Ну, для любителей музеев, искусства и великолепной испанской живописи, которая представлена в музее Прадо, я снимаю этот сюжет. Сама я в Прадо не пойду, моя подруга пойдет в Прадо, я здесь была, и поэтому я отправлюсь, так сказать, в другое место. Это вот так выглядят окрестности Прадо, расположено оно на большой вот этой улице, такой очень зеленой, поселдель Прадо. И вот сразу, как вы приходите, открывается в 10, покупаете билеты, которые стоят 14 евро, поворачиваете вам туда за угол, и там уже отдельный вход. Музей Прадо потрясающий, всем рекомендую, очень интересный, очень интересный, один из лучших в Европе, я считаю. Около музея Прадо тоже полицейские, вообще в Испании много полицейских, они охраняют, вы знаете, что в Испании бывают теракты, это и Аль-Каида, и баски воинствующие. И полицейским в Испании быть очень почетно. Эдуард мне рассказывал, что у них очень хороший социальный пакет, хорошая зарплата, впоследствии пенсионные льготы. И их отбирают, чуть ли не как на конкурсе красоты. Они такие все складные, как правило. Переходим по Сеодель Прадо, потому что мы приехали в 9, посмотрели в путеводителей, было указано, что открывается в 9. Но, как говорится, раньше было действительно в 9, но теперь вот в 10. Перед тем, как перейти дорогу к музею Прадо, на балконах здание напротив, вы можете увидеть вот таких вот кукол больших, огромных, манекенов. А где тут вот такие одежды? Ну, вот, как-то так. А вот там, вон, столетские сувениры. Только что на наших глазах произошла авария, люди стали переходить на зеленый свет, вон тот козел не остановился. И вот мгновенно уже едут полицейские, и вот эта машина въехала в хвост. Нет, поехали дальше. Эти будут, видно, разбираться сам и с собой. Ничего себе! Тоже мне. Вот один из красивейших перекрестков Мадрида. Каэл-Кала. Здесь начинается улица Алкала. И вот, честно говоря, не знаю, что ли, ваня, но, конечно, прикрессивающее такое, дворцепродобное. Там вон фонтан есть, он вообще вечером очень красиво освещен. Сейчас, сейчас, такой вот, там, домос, не гарантирует. Ну, и вот, все это выглядит как-то так. Да, здесь вот улица, где разные министерства. Вот сюда вот уходит зеленый вот, кстати, такой туристический автобус. Вообще, на них не люблю ездить. Считаю, их немножко с Холомбии. Но в этот раз решили все-таки проехать. Смотреть тамарабно. И вот здесь тоже очень красивые здания. Все решетки, золочености, леднина, фонари. И вот на входе таких, такой интересный персонаж, с такой шапки, с лицом тоже таким нереально конкистадорским. Не знаю, насколько его видно будет. Да-да. Посмотрите, какое красивующее это место. И здесь тоже улицы расходятся. Какие красивущие здания, честно. Я вам покажу получше. Ну, вот. Вот, смотрите, еще раз теперь автобус проехал. Покажу вам красивущие какие здания. И вот, конечно, такой вот тоже символ Мадрида. Метрополя. Очень красивый такой, я бы назвала его, имперским Мадридом. Вот это место. Ну, на самом деле, конечно, Мадрид не такой уж большой город. Но все-таки здесь чувствуется столица. Правда жизни, красота и рядом ремонтные работы. Вот, как-то так. Ага. Ну, какая жительница Мадрида без сапог. Ну, вот на этой улице тоже, видите, пустые кафе. Все работают, потому что здесь расположены разные такие учреждения государственные, министерства тоже. Ну, поэтому эти кафе заполняются только в обеденный перерыв. Смотрите, очень много вот таких вот уличных ларьков, что ли, да, которые торгуют журналами, газетами. Так у нас как-то это все по-другому выглядит. Ну, вот еще один потрясающий вид. Это улица. Акала. И вот это вот Министерство культуры. Вот какая нереально красивущая дверь. Она, я не знаю, сколько метров, наверное, 7 метров. Вот стоит охранница. И это Министерство. Сейчас прочитаем, чего. Образование, культура и спорта. Очень красиво выглядят дома в Мадриде. И, ну, честно скажу, все равно, конечно, это немножко а-ля Петербург, немножко а-ля Москва. Но, конечно, со своим испанским колоритом. Ни Севилья, ни Кордова. И ни Толеда, конечно. Ну, вот еще какое тоже красивующее здание. И вот туда тоже уходят улицы. Очень красивая. Да, вот это символ Мадрида. Дирк Мадрида. Имеет вот этого вот медведя, который режется, ест семейничное дерево. Честно говоря, я не знаю, что такое семейничное дерево. Ну, вот, тем не менее, эта статуя находится на Пуэрто-дель-Соль. Соль является культовой, и ее обязательно нужно фотографировать. И все такое. А это метро, вход в метро, которое называется Соль, то есть солнце. И вот днем Пуэрто-дель-Соль выглядит так. Вчера здесь была демонстрация. Пасео, как всегда, принято в Испании. Это национальная традиция. Вечером выходить, и как можно больше гулять, тусоваться, из чего испанцы прям не могут быть. Бьет часы ровно десять в Мадриде. Больше всего мне нравится, когда испанцы одеваются вот так. Сапоги, платья с головами и плечами. Вот, кстати, женщины такие зрелые. Простите, понимаете, как они выглядят. Эти чёточки любо-дорого. Ну вот, мы снова на Пуэрто-дель-Соль. Слощади теперь днем. Лисочки, фонтанчики, памятники, ремонт. Народ ходит. И вот, обратите внимание, вот здесь вот расположены на семи таких торговых улиц. Вот и вот это, это и это. Вот как бы сзади за вот этим памятником. И сюда вверх вы можете проходить и выходить во все подряд в магазины, включая Эль-Корте-Энглес, гигантский Нивермарк, по принципу Стокмана. Какая красотка. Видели такую типичную испанцам с сигаретой в зубах? Все это шикарно. Ну и ровно, это и голубь. Толщие басмаки, бортоли. Бортоли.